Привет, друзья! Расскажу вам сейчас интересную историю, которая вас прилично может удивить. Это для тех, кто думает, что в Германии, в Европах вы тут классно устроились, всё у вас тут круто и так далее. Просто расскажу вам конкретный пример. Одна компания выслала мне ноутбук для работы. Через какое-то время мне нужно этот ноутбук отправить обратно. Фирма, которая доставила мне этот ноутбук DHL, то есть служба доставки DHL. Ноутбук прилетал из Великобритании. И когда мне нужно было его вернуть обратно, то сама фирма, которая же мне его и отправляла, она заказала обратную доставку. То есть они берут, делают заказ у службы DHL, и точно так же, только в обратном порядке, оформляют вот эту вот отправку. Мне нужно было всего лишь дождаться курьера. Этот курьер пришёл ко мне домой. То есть вызов курьера сразу на дом. У меня уже упакован этот ноутбук. Мне нужно было просто его отдать, и курьер его отвозит, дальше отправляет в ту страну, откуда он ко мне прибыл. Значит, в чём прикол? Пришёл ко мне где-то буквально три недели назад, может даже четыре, может месячишка уже прошёл. Курьер. Упакованный ноутбук в том же состоянии, в котором он был изначально. Вообще всё то же самое, в той же коробке. Я отдаю этот ноутбук курьеру. Проходит месяц. И приходит мне, по-моему, вчера уведомление. Просто вот такие бумажные распечатки, прямо под дверью лежат. О том, что вам прибыла посылка, нужно забрать. И указан адрес, по какому адресу находится, в каком отделе почты эта посылка. А я понимаю, что всё, что я заказывал до этого, мне приходит или на дом сразу, или рядом есть филиальчик один, пункт выдачи посылок, и рядом ещё как вариант альтернативный, третий вариант. Это пачкоматы вот эти вот, которые электронные. Но я понимаю, что что-то, короче, пришло, то, чего я не заказывал, потому что там то, что я заказывал, мне приходит или домой, или, как я говорил, в пункт выдачи рядом, или вот третий вариант, это пачкомат. Но что-то, короче, думаю, что такое мне пришло. Я думаю, приеду, приезжаю по этому адресу, который был указан в уведомлении. Это обычный филиал этой же самой почты DHL, чуть дальше, чем я живу, находится. Ну, я прихожу, чтобы забрать. Я отдаю эту картоночку с этим номером. Выносит женщина коробку с ноутбуком, которую я отправлял месяц назад. Я вот так смотрю и думаю, подожди, надо спросить. И спрашиваю, говорю, я хотел бы... Ну, у меня есть вопрос, я хотел бы узнать у вас. Что это могло быть, говорю? Я этот ноутбук получил от одной компании, и мне нужно было его потом отправить обратно. Я его отправил. Ну, как я вижу, он вернулся обратно. И знаете, что они мне говорят? Вы сейчас вообще офигеете. Они мне говорят, а вы в курсе, что этот ноутбук, он как бы типа... Ну, отправлен был по той причине, что там батарея, и он как бы относится к взрывоопасным посылкам. И его вернули обратно, потому что там батарея типа. Заходит что? А они по-английски так себе, не очень. И заходит еще один чувак. Я говорю, вы по-английски типа разваривали? Он говорит, да. Я говорю, вы можете вот просто обозначить, что это могло быть? Я говорю, и так, и так. Все, описал ситуацию. Я говорю, вот так, и так. Но у двух приехал обратно, ну типа из-за того, что мне только что сказали, он типа батарея, и как бы может взорваться. Я говорю, а как такое может быть, что компания DHL, которая сама же мне его и прислала с той же страны, в Германию, сюда мне его присылают в том же состоянии, с той же батареей, он доходит, а обратно его отправить по тому же адресу из пункта уже B в пункт А, они уже говорят, что он как-то не соответствует каким-то правилам. Я говорю, эта же компания, мне его отправила с той же батареей, тот же ноутбук. Он дошел, а обратно, они уже говорят, что он взрывоопасный. Я говорю, как это возможно? Он говорит, там типа есть какая-то, короче, он сам стоял, офигел. Он говорит, там есть какие-то, наверное, бумажные процедуры, которые кто-то не заполнил. Я думаю, ну если отправляли, в принципе, ну сюда, ко мне, то, наверное, что же кто-то понимал, что это ноутбук, и заполняли какие-то бумаги, а обратно они могли их шлить. Ну, тогда они заполнили, а в этот раз нет. Типа, в чем прикол? Как это возможно? Короче, оказывается, что это просто или реально такая вот, ну, усложненная процедура, вообще, всего, чего не коснись в Германии, ну и, короче, усложняют. Все очень сильно, я вот заметил. Или реально там есть какая-то бумажка, какие-то процедуры, которые действительно кто-то упустил из виду или не заполнил, хотя, ну, по коробке даже видно, что это лэптоп. Ну, это понятно, там логотип Dell. Можно проверить даже историю, что это пришло, откуда, куда, то есть там же все видно. И то, что это лэптоп, это и так понятно. То есть, если он приходил сюда, и там было видно, что это лэптоп, что его пропустили, он дошел, а обратно, они уже говорят, что там батарея взрывопастная. Короче, хрен знает, в чем прикол. Вот. И, в принципе, вот то, что я вам хотел рассказать. Короче, ехал по своим делам просто. И этот, вон эти сосиски какие-то. Сосиски смеются. Вот. И все, короче, я забираю. А, ехал по делам, и приходит вот этот ноутбук. Я его, короче, забираю. А мне с ним ходить не в прикол. А, кстати, что интересно, вот сколько здесь бумажек они клеят, чтобы оно дошло. Вот ой. Сколько всяких стикеров, всякой ерунды, короче, вот здесь и так далее. И то, что это ноутбук, разве это не видно? Ну, видно, типа, тут есть логотип, с этой стороны есть логотип. Везде, короче. В общем, я не знаю, в чем прикол. Это для тех, опять же, кто думает, что тут, типа, слишком все, ну, просто, типа, и, типа, ну, вы тут жируете, у вас тут все, типа, классно. И на самом-то деле, это тупо так кажется. Здесь многие процедуры, многие какие-то вопросы, они, как бы, они очень зарегулированы, и, ну, типа, усилий, чтобы решить какую-то задачу, бытовую, базовую какую-то. Вы прикладываете здесь намного больше, чем вы прикладываете у себя. И вы, типа, думаете, что, ой, типа, здесь прямо жир. Здесь очень сильно, но вот закон, да, работает. Это круто, когда он работает, закон. Это уважение, это я, например, уважаю, когда закон все равно. Но здесь слишком вот перегнули палку настолько, что ты просто элементарную процедуру, опять же, отправки какую-то, да, она уже требует каких-то непонятных, там, телодвижений. Я, например, планирую, да, день по-своему, да, я еду куда-то, заодно думаю, приеду, беру, мне превозвращается это на ноутбук. То есть я даже не знаю, что с ним делать. То есть мне или опять связываться с этой конторой, и пусть они обратно оформляют это им писать. То есть мне нужно тратить много времени на какую-то волокиту, бумажную, какие-то, ну, то, что не должно вообще занимать времени, в принципе, потому что я записывал прошлый ролик, там я показал даже запись с экрана, что нужно пройти вообще процедуру, чтобы зарегистрировать учетную запись в DHL сервисе, просто чтобы у вас работал мобильное приложение, чтобы у вас пришел какой-то там код, вот эта вся аутентификация, идентификация, регистрация. Короче, все вот эти моменты, сколько они занимают времени, сколько все нужно сделать, чтобы просто у вас заработала мобильная приложуха, и вы спокойно пользовались сервисом, вам что-то пришло, вы пришли забрали. Короче, даже счет, вот конкретный сейчас пример, счет, вот у меня есть скрытый, например, счет в банке, просто, чтобы кто-то не думали там люди, ой, так ты шо там в Германии, это ты, наверное, короче, крутой, это ты там порешал, все, ты просто тупо нормально, вы устроились там в Европе, рассказывает, открыт счет, обычный в банке, обычный, при том, что в этом банке я уже клиент с 17-го года, я первый раз как приезжал, я открыл там же счет, в этом же филиале, в этом же самое интересное, что отдельный филиал в конкретном городе одного и того же банка, ну, Шпаркаса, например, этот же, например, филиал в одном городе, он будет вообще, как бы, как другой банк, то есть это не один, как вот приватбанк, например, будет Бульвар Леси Украинки, и там Василия Стуса, и это типа все приватбанк общий, вам одинаково все будут процедуры выполнять равнозначно в обеих филиалах, здесь это иначе, это по другому адресу уже другой банк считать, другие люди, они будут вас направлять туда, где вы уже были, ну, короче, жесть, рассказываю прикол, я открывал в 17-м году счет, я уже у них в базе, одна карточка, у меня просто закончился срок, ну, как у любой карточки, я открываю новый, как бы, счет, получается в банке, и мне нужно открыть, а, да, у меня был один паспорт, типа обычный, потом биометрический, ну, короче, я открываю новый счет, как бы все заново, типа, мне его открывают, онлайн счет, вы можете получать туда деньги, зачисления делать, там, и так далее, но чтобы онлайн покупки совершать, нужна карта, типа, виза или мастер-карт, обычная с чипом, и вот этим CVV-копик, и чтобы ее заказать, по логике вещей, ну, вы как приходите в банк, в обычный, пришел, пять минут, у тебя карта, если именная, ждешь там пару дней, тебе на почту приходит именная карта, все, здесь, как это работает, рассказываю, у меня уже открыт счет, я уже клиент, я уже пользуюсь этим супом, я прихожу в банк, в рабочее время, ну, условно говоря, там, 14.00, я говорю, добрый день, я хотел бы открыть карту, обычную, пластиковую, она говорит, короче, вам, вам нужно, короче, сейчас вы не можете открыть, типа, это сложно, сейчас невозможно, вам нужно прийти, завтра, не, она мне так говорит, когда вы можете прийти, я же уже, говорю, пришел, я хочу сейчас заявку оставить, открыть карту, она говорит, сегодня вы не можете, во сколько вы можете прийти, я говорю, ну, я сегодня могу прийти, в любое время, нифига, вы не можете сегодня прийти, я говорю, а когда можете, я говорю, ну, завтра могу, она говорит, можете завтра, пишет мне время на бумажечке, 15.30, вот эта бумажечка, как она дается, это чтоб вы понимали, вот бумажечка, Кемарк, вот какой-то. Вот банк отдельный. Имя и фамилия конкретного сотрудника, которому вам назначают встречу. Вдумайтесь. То есть ты не можешь прийти просто в банк и просто открыть карту. Имя сотрудника, имя и фамилия. И на время 15.30. Хорошо. Я, короче, прихожу. Но самое смешное, что понятно, здесь столько суеты, что я просто позже пришел на 20 минут. Я прихожу и говорю, добрый день. Типа я немного позже пришел, чем по времени. Ну и я с расчетом, что это никак не влияет на процедуру вообще. То есть ты пришел позже, значит, или ты подождешь, пока перед тобой кого-то обслуживают. Ну, как обычно. Но это типа не должно, по идее, отменить. Это не должно отменить никаких процедур вот этих. И я, короче, подхожу, говорю, так и так. Хотел бы продолжить эту историю. Ну, оформление. Она говорит, так а все. Вы, говорит, ну, поздно пришли. Вы слишком поздно. Слишком. Тулай, типа. 20 минут. Вы слишком поздно. Короче, мы вам не одну не оформим эту карту. Короче, вы можете прийти в любое другое время. Я говорю, а в какое? Она говорит, но, типа, завтра вы можете прийти... А, нет, в понедельник. Все, в понедельник, в 15.00. Я говорю, честно, я могу прийти в понедельник в 15.00, но я говорю, хотел бы уточнить один момент. Я же ваш уже клиент, ну, вашего банка, я уже клиент действующий. Мне нужно просто оформить карту пластиковую, и все. Может быть, я могу, говорю, как-то это сделать онлайн, ну, то есть сделать, оставить заявку онлайн, как обычно это работает, ну, везде. И вы мне просто и вышлите по почте. Я говорю, нифига, типа. Вы, типа, дома, ну, короче, вы будете же дома. Я говорю, ну, да, типа. Она говорит, а можете свой номер продиктовать? Я запишу, типа, я вам позвоню, когда будет все готово, чтобы вы пришли подписать бумаги. Я говорю, ну, да, запишите номер. Она пишет номер, говорит, а когда вам удобно позвонить? Я говорю, всегда. Звоните, я говорю, в любое время. Она такая, хорошо, я вам позвоню. То есть получается, что вдумайтесь, просто, вот ты уже, у тебя счет, просто заявку на изготовление пластиковой карты требуется. Вот в пятницу сегодня я прихожу, она не может просто даже вот в твоем присутствии начать эту процедуру, она назначить ее в понедельник, время на 15.00, чтобы в ее присутствии ты где-то поставил подпись. А вопрос-то всего лишь двух минут дела. Она в онлайн, как обычно в любом банке, сделает, оставляет заявку, ты просто подписываешь, например, или даешь какое-то согласие. Ну, в общем, как-то это происходит. Как обычно, вот ты подписал, что да, я вот отправил заявку на изготовление карты. Все, и ушел. И тебе она должна прийти по почте. Все. У них это работает настолько заморочливо, сложно и с огромным количеством препятствий, что тебе эта карта уже, как бы, знаешь, типа, ну, как бы неудобно ее, эту карту оформляется неудобно это все. Когда-то я там в семнадцатом году, мне быстро это сделали. Обычная, вот, кстати, процедура тоже, когда вы открываете счет, тоже ты ждешь, короче, минут сорок, пока она женщина, конкретная женщина в конкретном филиале, нажимает конкретные кнопки, просто так тоже обычный сотрудник вас не примет, вас предназначат конкретному сотруднику, но конкретно, наверное, женщина оформляла первую обычную вот такую, как бы, карту, но это и это не карта та, которая, ну, кредитная, как бы, которая дебетовая, которая сзади с CVV-кодом, что вы можете онлайн платежи делать, а это просто, как бы, как счет твой. Ну, то есть ты можешь делать какие-то операции, но онлайн ты не рассчитаешься, потому что нужен CVV-код, поэтому первоочередно открывается просто счет, потом высылается вот такая карта, пин-код от нее отправляется через неделю, карта отправляется через недели-две, а пин-код к ней отправляется еще через неделю, и это еще не полноценная карта, а отдельную карту хотите закатить, вот так, как я рассказывал, приходят, здравствуйте, свидание, вот, карта, типа, будет оформлена, когда вы придете, а я вам позвоню, когда вам будет удобно позвонить, вы придете, что-то подпишете. Короче, суета в таких мелочах, но она, я считаю, излишняя, в ней нет никакой необходимости, это все, как бы, усложняет только обычную процедуру, там, оформление, открытие счетов и так далее. Вот, и это касательно всего в Германии. Да, уровень жизни высокий, экономика высокая, все на высоком уровне, но вот если ты касаешься вопроса, например, того же открытия, там, счета или всего, что требует твоего, там, регистрации, присутствия или еще чего-то, ну, короче, любые регистрационные процедуры просто очень сильно запутаны и усложнены. Вот, это вот я вам прикол конкретный показал, я сам опекел, я психанул, оставлю себе этот ноутбук и скажу, идите гуляйте на туре. Не, ну, он мне как бы не нужен, у меня есть другой ноутбук, ну, просто лишняя возня, то есть лишние какие-то телодвижения. И мне сейчас ехать надо было по своим делам, я сейчас должен ехать обратно, отвозить ноутбук домой, чтобы с ним, ну, неудобно с ним ходить. Вот и все, вот и весь прикол. Это просто я вам показал. А в следующем видео я выложу просто чуть-чуть их, соединю эти кусочки, я записал видео с экрана и я там показал, как регистрируется просто аккаунт в мобильном приложении, в DHL сервис, служба по доставке посылок. Вы когда посмотрите, вы прозрете. Поэтому не думайте никогда, к чему я веду, что кто-то там типа вот жирует где-то, да, когда люди себе что-то там напридумывают, нафантазируют. На самом деле, на самом деле в Европе не так все просто, как кому-то просто может показаться. Знаешь, люди фантазируют, типа, ой, шо он там сидит, там, наверное, такие бабки, они там все поднимают, они там такой, да, ну реально круто тут, ну тут оно, тут салон, например, автомобильный, вот я сейчас просто покажу. Вот, например, а, ну его не видно, в принципе, что я покажу. Там салон автомобильный, Mercedes, BMW, Mercedes, такое, они рядом, Skoda. И оно как бы получается, что ты когда будешь покупать машину, ты будешь точно знать, что она ровная. Там, если тачки стоят на продаже новая, то они и новые. Они не будут там восстановленные какие-то или после страховых каких-то случаев. Вот в этом плане, да, оно все как бы под линейку, все четко. Но вот такие бытовые, ну мелкие вопросы, они, конечно, запутанные. Поэтому, я же говорю, вот сильно не этот, сильно не надо, там завидуют бывают люди, шо. Ой, блин, там же ж, наверное, это. Вот, просто счет в банке. В Украине ты счет открываешь в банке за пять минут, тебе сразу карточку из-под стола достали, ты подписал, на планшете подпись поставил, тебя на веб-камеру сфотографировали, внесли данные в базу к себе, все, у тебя привязали мобильный номер, пришли смс, продиктовал смс, ввели код, пин-код сам, потом придумаешь, все, у тебя карта. Здесь ты эту карту открываешь два месяца, месяц, то есть с такими перерывами. Короче, просто показал вам, вот такую, рассказал историю. Дальше следите. И вот такие пацаны могут еще тут лазить. Вот такие пацаны. Ладно, дальше следующие выпуски смотрите тоже на моем канале. Буду их выкладывать по ходу дела. Ладно, всем до связи, хорошего дня, ночи и утра. Все, пока. Надоело мне. Я рассказал.